Кружево во все времена привлекало к себе внимание за счет своей изящности, ажурности и уникальности. И хотя процесс создания кружева совсем не прост, даже сегодня находятся мастерицы, которые готовы неделями сидеть над такой филигранной работой, чтобы постичь секреты трудоемкого искусства. Одним из самых известных способов создания кружева является плетение на коклюшках, о котором пойдет рассказ. В России почти в каждой области или крае есть свои кружева. Давным-давно жила в лесной деревеньке бабушка Веретена. И умела она такие изделия создать, что были не сшиты, не тканы, а прямо из воздуха сплетены. Передала она свое мастерство кружевоплетения детям и внукам. Начинали учить девочку плести кружева с пяти лет. Сначала выплетала она простую тесьму. Каждый новый узор становился все сложнее и сложнее. А образцы для составления узоров кружевницы находили в окружающей их природе – в лесу, в поле, на реке. И появлялись на кружевах елочки и рыбки, цветочки и паутинки. Со старанием приходило и умение. Вырастала девица и становилась настоящей мастерицей. Кружевоплетение – это художественный вид промысла, часть русского народного декоративно-прикладного искусства. Чаще всего это ручная работа, которая требует немалой доли усидчивости, упорства и постоянного внимания. Но и одновременно доставляет людям разных возрастов творческое наслаждение. Первое упоминание о русском кружеве относится к XVIII веку. Летописец Ипатьевской летописи сообщает о событии, произошедшем в 1252 году, когда венгерский король встретился с князем Даниилом Галицким. И здесь летописец подробно описывает одежду князя, где упоминает, что он был одет в кожух, который был обшит золотыми плоскими кружевами. Возникновение кружевоплетения связывают с такими странами, как Италия и Испания. В средние века из-за быстрого развития торговли эта технология появилась и в России, где вобрала в себя черты национальной культуры, став уникальной и самобытной. Существует легенда, согласно которой кружево распространилось в Российской империи благодаря стараниям Петра I. Он вывез из Голландии несколько кружевниц. Они же, в свою очередь, стали обучать русских мастериц. Со временем образовалось две основные школы кружевоплетения – Елецкая и Вологодская. Первое кружево на Руси плелось тесьмой, лентой, которые обшивали и украшали одежду. Отсюда и стала происходить версия, почему нитяное плетеное украшение получило название «кружево». В старину одежда и предметы бытового употребления по концам украшались узорной вышивкой и плетением, окружением. Узор кружился. Отсюда возникло слово «кружево». Но такое предположение весьма вероятно. Кружево плели из золотых и серебряных нитей, но такие изделия могли позволить себе только знатные люди. Крестьянское кружево было значительно проще и делалось из льняной нити. Это были геометрические и растительные узоры, образы животных и фантастических существ. В XVIII веке кружево плетение обретает статус ремесла. В городах и селах появляются многочисленные мастерские. Кружево плели в Вологде, Рязани, Калязине, Ельце, Орле, Торжке, Скопине, Мценске, Зарайске, Ростове, Каличе, Белозерске, Тутаеве. В Вятской губернии была открыта земская школа мастериц, учрежденная императрицей. Кружева, которые рукодельницы изготавливали по своим эскизам, были нарасхват. При царском дворе кружева пользовались исключительно большим спросом. Они употреблялись для украшения головных уборов, верхней одежды, занавесей, тронов и сидений, шкатулок и ящиков, чулок и женской обуви. В это время в России появляется новый вид кружева, который заслужил свое почетное место при императорском дворе – нитяное кружево с шелком. К тому же меняется само понятие – кружево. Если в прошлые века кружевами считались самые разнообразные отделки, то в XVIII веке кружевом называлось только плетение шелка, бумажных и металлических нитей. Русское кружево не только сохранило, но и развивало лучшие традиции мастериц Европы. Наши рукодельницы внесли много самобытного в ремесло, придумали новые техники, расширили цветовое многообразие, дополнили орнаменты национальными элементами. Кружево создавалось тремя способами – численным, парным и сцепным. Работы русских кружевниц отличались высоким качеством и никого не оставляли равнодушным. Высоко ценилось вологодское и вятское кружево. Его поставляли царскому двору, торговали на ярмарках в российских городах, а также отправляли за границу. Многие техники и виды кружева сохранились и сейчас. С годами из простых приемов искусные кружевницы придумали интереснейшие узоры, характерные для определенной деревни или местности. А со временем женщины стали плести кружево на продажу. Как, например, это связано с историей вологодского кружева, которое плетется при помощи коклюшек. Средства для приобретения нового кружевного рисунка собирали всей деревней в складчину, после чего шли в город на ярмарку и там отдавали все собранные деньги торговцу кружевами лишь за возможность перерисовать его сколок. Такие рисунки часто бывали неточными. Именно поэтому деревенские кружева чаще всего имеют неровный рисунок. Но душевное тепло, которое вложила мастерица в кружево, делает их уникальными. Кружевной промысел начал развиваться в Вологде в XVIII веке, а в 20-х годах XIX века в окрестностях города открыли фабрику, где работали десятки мастериц. Особенно здешнего кружева – мягкие плавные линии, основной материал рукодельниц лен, главное качество – ажурность. Используют цветочные, растительные и геометрические орнаменты, то есть четкое деление на фон и узор. В технике Вологодского кружева до сих пор плетут косынки, шарфы, платки, кофты, воротники, салфетки. Елецкое кружево известно в России с конца XVIII века, когда в Ельце Липецкой области открылся один из центров кружевного ремесла. Ему было суждено стать одним из самых крупных в стране. По некоторым данным, в то время там работали до 30 тысяч рукодельниц. Елецкое кружево более легкое и тонкое, нежели Вологодское. Отличается больше ажурностью и миниатюрностью узоров. Основной элемент – растительный. Кружево плетется с помощью коклюшек, количество которых может исчисляться несколькими сотнями. Впервые Елецкое кружево было представлено на выставке в Вене в 1873 году, где его по достоинству оценили специалисты. Производство его продолжается до сих пор. Вятское кружево, согласно легенде, появилось благодаря плотнику из Голландии, которого Петр I сослал в Вятку. Жена плотника умела плести кружева и научила этому местных женщин. А в конце XIX века в Вятке Слобода-Кукарка открылась школа кружевоплетения, где преподавали ученицы Мариинской школы из Петербурга. Основные виды орнамента, используемые в вятских кружевах – ромбы, зигзаги, цветы и бабочки – служили для украшения предметов домашнего обихода, постельного белья и полотенец. Несмотря на некоторые различия в стилях, во всех школах русского кружева есть похожие мотивы, узоры и орнаменты. Чаще всего в русском кружеве встречаются растительные мотивы, характерные для родных краев деревья, цветы, ягоды. В славянском фольклоре дуб – это самое почитаемое дерево. Дуб ассоциировался с божественным началом бога-громовержца Перуна, верховным властителем древнерусского языческого пантеона. Это дерево обладало священным ореолом, его нельзя было рубить или осквернять, а ношение предметов одежды или украшений с изображением дуба имело ритуально-символический характер. Часто узор дуба в кружеве или вышивке мог выполнять защитную функцию, а также укреплять здоровье, ведь дуб – это самое сильное и крепкое дерево. Узор в виде колоска тоже нашел свое отражение в кружевном искусстве. Он служил для привлечения богатства, благополучия. Колос, как и дуб, выполнял защитные функции, оберегал от нечисти и злых духов. Русские кружевницы любили создавать великолепные узоры в виде птиц, таких как павлин, лебедь, феникс. Они чаще всего встречаются на русском кружеве. Возможно, главной причиной, по которой мастерицы так любят обращаться именно к птицам – их роскошное оперение. Но, конечно, эти птицы имеют и свою определенную символику. Лебедь – птица, олицетворяющая семейное счастье. Поэтому кружевное изделие с изображением лебедя будет хорошим подарком для молодоженов. Феникс или жар-птица по традиции приносит счастье и удачу. Павлин – это царственная птица, горделивая и властолюбивая. Не случайно павлиньями перьями украшают одежды восточных ханов и шейхов. Часто павлин был вышит на одеждах статусных персон. С плетением кружева существует много интересных фактов. Например, в Вологде кружево плели не только женщины, но и мужчины. Одним из самых дорогих видов кружева считается французское кружево шантильи. Именно им было украшено свадебное платье жены британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, на свадьбе. В Испании на кружево тратилось так много денег, что король Филипп III издал в 1623 году закон, запрещающий носить кружева. И сегодня мастерицы продолжают традиции русского кружевоплетения, которое напоминает старинное плетеное кружево наших бабушек. Простота и доступность технологии в сочетании с высоким качеством изделий привлекают многих рукодельниц и никого не оставляют равнодушными. А если история кружевоплетения оставила неравнодушными вас, то далее в видеопрезентации представляем список книг для дальнейшего знакомства с этим удивительным искусством. Субтитры создавал DimaTorzok